да поехали ну вот вот так вот собственно моется да смотри что эти камеры не забрызгала только да нет камеры уже как-то при съемке одного из клипов диагностики была забрызгана из ресивера маслом да так что вот так все ручками помощник ухватил где-то в среднем на каждый агрегат около часа тратишь вот на вот эту мойку но еще раз повторюсь несомненные плюсы вот в этой во всей истории с мойкой да они есть они есть они потому что чуть ли не на каждом втором находишь всякие микротрещины прижоги прихваты какие-то вот корабление геометрии то есть все что под слоем грязи не видно здесь становится как бы предельно наглядно поэтому поэтому долго муторно явно вредно для здоровья но делать это надо ну и с точки зрения клиента могу сказать что после сборки любого там стартер или генератора алексей берешь его руки и ну и приятно просто чисто по-человечески приятно брать в руки потому что клиент не понимает что там сделали внутри но зато видит отношение к этому стараемся делать именно не подлатывание а восстановление то есть восстановление это приведение там заводские все-таки параметры его да там не не так что там поменял подшипники оставил там раздолбанный там не знаю щёточный узел но это неправильно да или наоборот нормализовал зарядку оставил что на гудящих подшипников да как бы попросит клиент сделаем обязательно пропишем это в документах чтоб потом он не пришел через неделю не начал качать права но прецеденты бывают да тем не менее поэтому по максимуму вымоем обдуем ну вообще вот работа такая скажем так не совсем интеллектуальная ни разу не работаешь и детства руки уже сами делают глаза стараются замечать поэтому вот сейчас вот стадия как раз смыть основную грязь и убрать пластичную смазку которая нам будет сильно мешать при построенной обработке вот генератор он такой сухой у нас наверное засунул в пескоструйку как есть обойдем в эту стадию солярочкой вообще я считаю что это правильно с этими мойками с покрытием лаком то есть действительно должна быть заводская сборка это правильно технология должна быть правильной но все-таки это электрическая машина да что старте что генератор она скажем так особенность том что по поверхностям часто течет ток часто сильно да да согласно и соответственно вот например старте там вот эти все за центровки вот мы сейчас будем всячески вычищать и он даже просто от этого прокрутка стартера повеселее как электрика я понимаю вот соответственно предвосхищая вопрос ведь есть же мойки мойки есть на полном серьезе несколько лет назад присматривался и понял что мне в них не нравится дело в том что они работают вот с этим раствором щелочным и у меня часто ситуация такая бывает что передняя крышка снимается вместе например со статором да то есть если я туда запихаю мне кажется с большой вероятности я получил битый статор ну да вот да потом она это мойка ничего не делает соки с вами поэтому вот такое сочетание дешевый да не страсть как быстро но это же самая альтернатива домашняя мойка автоматическая или мойка в раковине посуду руками но все то же самое да вот соответственно керхер ну только на стадии вот только занесли и ком грязь грязи такое бывает до керхеру вот на этой стадии пожалуйста как бы наверное можно при условии что вы потом все последствия этой мойки там устраните то есть вода вбитая грязь куда-то иногда да там все таки там 100 атмосфер на выходе это не шутки согласен но и опять надо помнить что у алексей как раз вот этой мойкой занимается специальный человек который постигает азы ремонта генераторов и стартеров ну и вот он занимается этим трудом чтобы уже алексей освободить от вот такого вот чтобы алексей занимался именно тем чем нужно заниматься да там интеллектуальным трудом каким-то вот но в любом случае сейчас это вы видите в исполнении алексея дембель поднялся со шконки и начал мыть сам я знаю что у тебя дедовщины какой-то а-ля дедовщины нету хрене у нас хорошее отношение с алексей да так что но тем не менее да вот сейчас парень уехал за запчастями по моей просьбе ночью делать два варианта лечь на диван и не делать ничего либо делать все самому либо делать все самому это я вспоминаю свою практику когда я еще был начинающий технарь после училища нас привели в гараж сказали вот видите крас вот его надо переобудить и мы крутили колеса там с неделю приблизительно а как еще научить до плавать совершенно парень плавно разогрева безусловно конечно совершает там какие-то свое положено и количество ошибок никуда без этого учимся вот и я учусь до сих пор что-то новое каждый день нет проблем совершенствоваться всегда надо если человек не совершенствует свои знания умение там достижения то это наполовину остановившийся человека это уже опасно для бизнеса по крайней мере какой-то момент до его знаний там начнет не хватать или он станет каким туда таким ретроградом который там все уже давно ушло вперед там методы ремонта за у нас там мол какие-то это да он там продолжает там электричку называть чугункой значит вот мы в черне все помыли теперь стадия обдувки мы сейчас покажем там на паре вещей дальше потом уже включим стадию когда начнем дальше берем и удаляем излишки смазки шестереночка на этом как бы ее очистка кучу вот она чистая душистая вот и соответственно соки песка струй этот маразм надо соответственно мыть в активно пение такой же маразм то же самое с накладкой в активно имеет пение я так понимаю крупные детали сложится то что нужно обезжирить то есть это важно да то есть крепеж до черта в том плане и уже будем считать его условно чисто вот вот что касательно каких-нибудь и корей корпусные детали это обязательно надо будет сделать подшипник чем меньше воды в жизни увидеть тему значит предварительная очистка вот в этом корыце модном у нас закончилась дальше переходим к стадии очистка пескострую что я хочу про нее сказать все равно чуть-чуть но на ней надо научиться работать то есть предупреждаю сразу то есть дуростью можно урубить статорные обмотки но можно все предстоит а там можно не выдать песок там еще точно узла и получить отказ на но есть поэтому работать требуется на пескострую какой-то определенный навык вот соответственно но люблю это дело почему потому что действительно получаешь детали в а чистый б именно посадка не на окислава на родную деталь и c получаешь вот вещи под пайку очищенные от грязи припоя вложиться и работать правильно плюсом изумительно тоже согласен да вот все засим начинаем сей процесс пескоструйка да вот так она вылезла рабочий аппарат да ничего мудрого тут нету но когда алексей будет это делать я пожалуй отойду сторонку потому что это и для камеры тоже будет вредно мягко говоря куда куда помощник работает преспираторе ну я ну вот собственно так происходит мой когда так происходит мойка сейчас мы немножко смочим детали мочили дальше берется снадобье она же активная пена но это как на обыкновенной мойке на автомобиле да только вот конкретно я пользуюсь зимним вариантом на алюминиевых деталях советую не передерживать потому что иначе кирдык настанет у нас тут параллельно просто ремонтируется еще несколько вещей вот пока там стартер делается решили заквасить вот обмотки не принципиально люди хотели посмотреть да как это делать процесс до делается это сложно и муторно значит если жалко руки работаете в перчатках я перчатки тоже лежат но здесь я сейчас карантинка и не сильно . как бы это все и на пару минут оставляют потом мы сейчас будем смывать но вот собственно уже детали нашего стартера пошли мы покажем куда вот здесь вот статор это уже сейчас мы сначала расквасим это дело начнем заниматься домовением да просто можно сказать как в церкви обряд крещения вот почему после твоего ремонта это все работает качественно после сейхи ордане да на самом деле надо сейчас вот песок все вверх ну да да согласен за польза большая опускает клашеваться и и и и